В 4 часа утра представители молодежных объединений города собрались на площади у городского музея, откуда на фронт в 1941 году уходили добровольцы. Пеший марш прошел к стеле 40-летия Победы, оттуда к танку-памятнику у Дворца Пионеров и памятной табличке на улице Сосина. Завершилось шествие возложением цветов у Вечного огня. А чуть позже, в 10 часов, здесь же прошел митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Сегодня этот день мы называем Днем памяти и скорби. Но именно в этот день наша страна продемонстрировала всему миру свое мужество, свое самоотверженность и силу духа. Уважаемые ветераны, от всей души в этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. В митинге приняли участие представители администрации, юношеские военно-патриотические объединения, организации дополнительного образования, а также объединение «Дети войны», ветераны РФЯЦ ВНЕФ, Саровская городская организация ветеранов. Все пришедшие в этот день к Вечному огню почтили память павших на полях войны, минутой молчания и возложением цветов. Также участники митинга поставили свечи в рамках акции «Свеча памяти». Каждый год это для нас святое прийти в день, когда началась война. Мне было два года и четыре дня, когда началась война. Я многое не помню, но сегодня вот наша организация занимается патриотической работой. Данный день считаю важным, потому что в 1941 году произошла трагическая история в нашей стране, то, что началась война, Великая Отечественная война. Много слушал о войне, с многим познакомился самостоятельно из учебников, из поколений старших. Митинг, посвященный 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, завершился общей фотографией.